Шадринские дальнобойщики присоединились к всероссийской акции протеста. На санкционированный митинг в Шадринске вышло около 60 человек. В основном это водители большегрузов и их семьи. На площади Шадринского завода ремонта тепловозов они выстроили в ряд порядка 20 грузовиков. Встреча с представителями власти продолжилась в центре ЛАД. У нас протяженность дорог большая. Практически любой товар, он все равно так или иначе проезжает по федеральной трассе. То есть по все товары придется заключить эту стоимость. Соответственно, что это приведет к повышению цен. Кому это нужно повышение цен? Вроде все с инфляцией борются. Но в итоге, как бы, а так все ляжет на простых людей. Ранее сообщалось, что к 15 ноября текущего года готовилось положение, в соответствии с которым за проезд грузовых автомобилей с разрешенной массой более 12 тонн по всем федеральным автодорогам общего пользования будет взиматься плата в счет возмещения вреда, наносимого дорогам. По расчетам правительства, проезд одного километра пути по федеральным трассам обойдется транспортным компаниям в 3 рубля 73 копейки. Учитывая, что один грузовик проезжает в среднем 10 тысяч километров в месяц, то одному водителю за право проезда по федеральной трассе придется ежемесячно выкладывать порядка 37 тысяч рублей. По самым неблагоприятным прогнозам, это приведет к разорению небольших компаний-грузоперевозчиков, резкому росту цен на грузоперевозки, а вместе с этим и цен на продукты питания и другие перевозимые товары. Введение оплаты за проезд грузового транспорта по федеральным трассам вызвало негодование водителей-дальнобойщиков. Протестные акции прокатились по всей стране, от Дона до Байкала. Зауральские водители также не стали исключением. Все с этим согласятся, что это очередной вредоносный закон для губительной, для бизнеса. Первое, мелкий бизнес в результате этого закона, ну бизнес, конечно, транспортный, он просто умрет, ну или там 80% тех, кто занимается частными перевозками с небольшим количеством автомобилей. А для крупных предприятий это не что иное, как правильно сказали, вид налога. Взятые у людей очень много кредитов, люди закредитованные, то есть невозможно отдать эти кредиты. А тут еще предлагают, прежде чем ехать, значит вначале нужно заплатить за дороги. А что с машиной случится там, вдруг та же машина сломалась, как это все будет выглядеть? Это один вопрос. Еще вопрос такой, налогообложение, куда эти деньги, которые планируются, куда их списывать? Митинги проходили мирно, однако протестующие были настроены весьма серьезно. В случае, если до 15 ноября постановление не будет отменено, грузоперевозчики намеревались отказаться от работы. Сгоряча раздавались реплики о перекрытии трасс, по примеру своих коллег из других регионов страны. Инициаторы правильно сделали. Вот те проблемы, те вопросы, которые каждого из нас касаются, объединили, цивилизованным образом отправили. Держим этот вопрос на контроле. Надо отстаивать свои права. Протестные акции продолжались чуть более суток, и это принесло свои плоды. Согласованные действия дальнобойщиков заставили власть отступить. Штрафы за неоплаченный проезд 12-тонных автомобилей по федеральным трассам общего пользования с 15 ноября будут брать только в Московской области, а в других регионах их ведут на полгода позже, в мае 2016 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Евгений Дитрих.